22 июня 1941 года город Куйбышев стал тыловым городом. Военное положение в Куйбышеве не вводилось. В годы войны наш город был запасной столицей, и поэтому так важно рассказывать о фронтовом подвиге наших земляков и о куйбышевцах, которые ковали победу в тылу. Подъем в 4 утра, 12-часовой рабочий день, ночные дежурства. Не каждый взрослый справится с таким графиком, а во времена Великой Отечественной войны в таком режиме жили в тылу недавние подростки, даже не успевшие окончить школу. Среди них был и житель Самары Николай Краснов. В числе других ребят его определили в 23-й клепальный цех, где собирали центропланы для штурмовиков. Работали сутками, с завода не уходили. Понимали, для чего трудятся. Мы в 41-м году, я вам скажу, я был в Ревечном училище, 17, у завода 42. Вот я помню, что стреляли пушки у нас в Самаре, осколки выходили, собирали. И вот на заводу «Прогресс» потребовались рабочие силы. То есть Москва эвакуировала, людей нет. И вот нас три группы из этой группы направили на завод «Прогресс». В 42-м году я уже был на «Прогрессе». И меня поставили сборщик-клепальщикам, ученицам. Я быстро выучился и состоял работать самостоятельно уже. Вот с 42-го года я работаю в заводе. Сборщик-клепальщик, 10 лет я работал. Заводчане выпускают сверхплановые эскадрильи, не требуя оплаты труда за их производство. Очень трудно, потому что вставал. Надо оттуда добраться с города, значит, от рамвая. То к полу ходит, то к полу ходит. Ну, все равно 4 часа вставал. И пока я тебя наберу, наберусь. Вот туда набирал. Обязательно 4 часа. Значит, они все до сих пор мне в мозгу. Я до сих пор и здесь сам стою 4 часа. Вот, может, спросить дочери, тоже говорят. И вот я туда приезжал и сразу набирался. И что, клепать начал. Прежде чем клепать, было. Раньше был гудок там. Он обязательно гудок. А у нас гудка не было. Мы работали по заданию. Мне мастер приходит, дает задание. Вот тебе, Николай Андреевич, задание. 5 штук сделать. Ну, понятно, 5 штук сделала. Но я скажу, 5 штук – это половина этого. Моего задания. На благо Родины, на защиту Отечества, трудятся губышевские пионеры. Вот я тебе каркас собираю. Клепаю, сверлю, клепаю, сверлю, клепаю. И пока я задание не выполню, я домой не пойду. С едой трудно. Холод. Холод. Притом, когда я устроился, уже на нас порвали на завод. А завод был не оборудован еще. Не все закрыто. Крышка еще не вся закрыта. Холод. Холодный голод. И еще клепаешь. А эти все холодные. Молоток холодный. Грязь холодный. Все. Воздух идет. Все это. Влажный. Он согревает. То есть морозит его. И он не работает у нас этот. Воздух. Приходит нас поставили эти такие, как бочек, галантки такие. Мы погреем, погреем немножко. И опять клепать начинаем. Лучшим рабочим давали. Кто выполнял задание, давали талон. Там кашу съесть. А что, в обед побесь? Что, мать, мне приготовит? Картошки сварит. Кусок хлеба. И я с этим ходил. С кустом хлеба. Остальное там. Она говорит, 40 грамм крупы, 5 грамм масла. Она сама там получала. Эти. Отоваривала. А так вот с собой брал картошку. Я вот свеклу брала. Готовила. На обед. А чай с колонки попьешь. В мае месяце я все хожу в сапогах. Вот так. Потом мне же получилось так, что... Ну, в сапогах. Вес делали. Попросил. Тапочки сшили. Ну, я задание выполнил. А у нас там была специальная мастерская. Орудие готовят для этих штурмовиков два. И ящики. Ну, я и прилег на ящик. Прилег. Голый. Нет моих тапочек. Сшили. И я что, и пешком. Пошел пешком домой. В басольге. Потом дали. Нет, тут колодки. Вот такие были колодки. Деревянные. И вот, что это деревяшка? Деревяшка. Я дала презенты вот так. Вот я проходил немножко. Потом достал себе обувку. Трудно. Я даже до слез так меня наводил. Я плакал. Придом на трону, иди, всегда не уйдешь. То я не ходи, то. А идти-то надо. Куда? А ходил? На вокзале ходил. Это поезд. Он назывался. Веселый. Веселый. Сейчас как электричка идет на Кенера. А этот поезд ходил. Его называли веселый. Там все едут весело туда. Так же пришлось ходить на вокзал отсюда и ехать туда. Тяжелые военные годы. На заводе номер один имени Сталина освоено производство штурмовиков Ил-2. Организован поточный выпуск, который наращивал темпы из месяца в месяц. Через многие годы и до сегодняшних дней дошел станок с маркой ДИП. В военное горячее время эту аббревиатуру расшифровывали так. Догнать и перегнать. Люди заставляли станки работать с двойной, а то и с тройной отдачей. Если требуется совершить невозможное, значит нужно это сделать. Такая установка стала нормой. Думаю, я хорошо помогал. Хорошо помогал. Потому что если бы я плохо помогал, у меня столько вот этого. Ничего не было. Николай Андреевич всю свою жизнь занимался самообразованием. До малых тонкостей разбирался во всех деталях в теории и практике производства. Именно ему всегда приходилось работать на самых сложных участках. Пока клепали, было все тяжело. Вот 10 лет вот это вот. Она и вонат вроде кончилась. Пока не... В 46-м году уже вроде немножко мы остановились. Там вроде карточки кончились. Уже предовольствовали. Ну и все, веселее ждал жить вроде. Потому что я своя работа, я юности своей не видел. Не видел. У меня вот завод и дом. Завод, дом. И вот так вот. И такие же заводы выходило. Ну, неделю, по-моему, я не выходил из завода. Заводы работают в авральном темпе, спуская со стапелей по 15-20 самолетов в сутки. Лишь бы подарить стране новые крылья. Не произвести, не сдать план, а именно подарить. После Ил-2 стали делать Ил-10. Это уже было целиковое все металлическое. Сколько они там проделали. Ну, а центроплан, который я делал, он и туда, и туда годился. Потому что он один был, центроплан. Что на Ил-2, что на Ил-2. Штурмовики это называют. А вы сами не летали на этих самолетах? Чуть-чуть не улетелись. Там заснули. А летчики-то на те уже надо улетать. А мы там еще заснули немножко. Чуть не улетели. Сергей Ильюшин внес в конструкцию двухместной машины несколько серьезных усовершенствований. Помимо форсированного варианта двигателя АМ-38, самолет получил более мощное вооружение. Эффективность действий по бронетранспортерам, самолетам на стоянках, артиллерийским батареям и другим слабозащищенным целям резко возросла. Вы часто вспоминаете то время? Бывает. Только грустно потом встает. Или смы какие-то, значит, я и такие кошмарные. Это вспоминаю. Надо вспоминать ребят, которых работают в ПАВДЕС, которые с Москвы прилетали. У меня был мастер, Терентьев Московский, с Москвы мастер был. Для того, наверное, вот он ушел, а меня поставили на его место. Мастеров не было, не было. Конторных мастеров не было, меня их берет опять. Они узнали, что я человек такой быстрый, способный, они меня за время хватали. Я уходил уходить на пенсию отдыхать. Одно человек взял заявление на второй день. Пока не отпущу. Вы меня отпустили, знаете как? По заявлению. Я написал заявление. Мне условия завод сделала. Если ты уволишься, вот сам, сам, сам. Не сократят меня, не имели права сократить. Не сократят. Вот мы тебе даем 70% твоего клада, три месяца, даем деньги, и ты уволяешься. Я согласился. А мне было уже 82 года. Девятого мая я смотрю телевизор. Я уже в годах, я много не ходить, все же 94-й год, тишеловато. Контролеру 4-й мастерской 221-го цеха Николаю Андреевичу Краснову 93 года. Он живая легенда завода «Прогресс». Он начал свою трудовую деятельность в 1942 году и всего через год после эвакуации завода из Москвы на Кубышевскую землю и прошел все вехи его истории. Самара достойна звания «Город трудовой доблести». К акции по сбору подписей может присоединиться каждый. Голосование на сайте самарадоблесть.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова